Колючий зал, добро пожаловать на мой обзор курса Интенсив курс АСА. Давайте разберемся, что здесь у нас есть, кому он подойдет, какие есть форматы, и я расскажу все, что вам нужно знать в этом курсе. Это у нас именно интенсив. Весь уровень А2 теоретически можно пройти за 8 недель. И у меня должны быть эти пейсы, которые проходили за этот время. Но доступ к платформе вам дается на 4 месяца. Если у вас нет такого желания сильно рваться в бой и быстро проходить всю программу, вы сможете сделать это комфортно для себя в режиме, помедленнее. Я сейчас покажу, как выглядит общая структура каждого модуля, как рассчитана она, что получается у вас за 2 месяца пройти программу от целого уровня. А там вы уже для себя решаете, комфортно для вас. На всех курсах у меня, в том числе и на этом курсе действует система Learning to Learn. Это учить и зарабатывать. За прохождение курса, за выполнение каждого задания, вы получаете баллы. После того, как вы выполнили все задания, у вас есть вот такая опция посмотреть свои результаты. Здесь у нас будет показано, сколько баллов из всех возможных вы набрали, и по каким направлениям. Как вы видите, у нас здесь идет отработка всех направлений, которые важно отрабатывать при изучении языка. По окончании курса, когда вы уже прошли все 8 недель и сдали последний модуль на правильку, эти баллы у вас начисляются на бонусный счет, тот, которым вы оплачивали курс. По курсу 1 балл, 1 рубль и 100 баллов это 1 балл. Давайте посмотрим, как устроены у нас модули, что у нас есть внутри, и насколько удобно их проходить, и насколько это вообще подходит именно вам. Первый модуль на правоводный. Здесь у нас есть информация о том, как работать с платформой, что у нас есть, какие опции, а также информация о том, как проходить. Я вам сейчас это все тоже, в общем-то, расскажу. В каждый модуль у нас берется какая-то лексическая тема, мы изучаем лексику по этой теме, но мы это делаем в обычном формате упражнений. Вся программа курса построена именно на упражнениях, из-за того, что мы делаем очень много упражнений, из-за того, что тема повторяется у нас в игроках уроков. Из-за этого получается постучание слова на свой уровень. Итак, у нас есть раздел Watcher. Здесь у нас идет список основных слов по теме. Вы их можете добавить в словарик. Все слова можете использовать. Одинные слова, которые вы не знаете. И дальше уже и слова, и крыть, и слова учить. На платформе это делать очень удобно. Платформа, кстати, может открываться как с телефоном, так и с компьютера. Если вы не берете дороги, вам нужно сделать анимацию полезную, да, вы можете открыть, пожалуйста, получить слова на платформе или сделать упражнение до текущего дня. Дети на работу, дети на работу, дети на работу, дети на работу, дети на работу. Не только забирайте сады и так далее. Кто куда едет, это не важно. Важно, что эти мы вас сделаем. Главное, не за рулем. Вся неделя у нас разбита на 5 дней. То есть вы, естественно, зашли в день, занимались, сделали то количество упражнений, которые вы делали. И это, собственно, все. Если у вас тариф текста в обратной связи, то, соответственно, вы потом получаете от меня обратную связь в форме текста после того, как вы сдаете ему на программу. Если у вас тариф индивидуальный, с индивидуальными занятиями, то здесь, помимо того, что вы работаете на платформе, у вас также есть 8 занятий со мной. То есть каждую неделю идет занятие. Здесь тоже можно немножко растянуть. Если вы понимаете, что вы не сбываете с таким темпом идти, то в течение 4 месяцев также можно этим занятиям использовать. Если вы будете делать медленнее каждый уровень, каждый модуль, то после того, как вы модуль завершили, сдаете на проверку и договаривались о предыдущем уровне. Но вообще это вполне реально. В таком темпе идти, как я уже считала, здесь идут задания на все 4 навыка. Это шпрессинг, это сервинг, это лизинг, это шпрессинг. Что касается у нас сервинг. Здесь есть скрипты к каждому аудио. Если у вас не получается на слух понятие, что это вам было, то вы можете смотреть скрипт, прочитать, и не выходить задания. Вся грамматика у нас подописана на видео. То есть, вы можете ее пересматривать сколько угодно, много раз. Например, посмотрели один раз, начали выполнять упражнения, что-то непонятно, что-то не получается. Вы всегда можете вернуться и посмотреть эту грамматику еще раз. В этом, конечно, флевус у вас еще остается достаточно долго. Вы можете, опять же, к этой грамматике возвращаться. В этом видео я вам расскажу, что такое возвратные глаголы и как они строятся в английском языке. Нужно помнить о том, что у вас есть возвратные глаголы. У нас есть как вы занимаетесь пять дней в неделю, ну, пять раз какое-то количество дней. И далее есть раздел у нас вузатский губин, в котором идет как бы повторение. Это дополнительные упражнения. Их вы можете делать, можете не делать, это зависит от вашего желания, но те, которые у нас в пяти дня, их делать обязательно. Я, конечно, советую делать все. Лучше делать там помедленнее, проходить курс, но выполнять все упражнения, которые вы делаете. Также у нас, конечно, здесь проработка считается, вы делаете запись голоса, и потом я вам дам вам разночусь. Для тарифов в секторном формате, соответственно, вы получаете на платформе, для тарифов в индивидуальном формате просто за занятиями, вы получаете и на платформе, и потом я еще некоторые комментарии буду давать вам на занятиях. На занятиях мы с вами делаем вещь, которую невозможно скитать в формате. здесь уже идет больше творения, больше взаимодействия, где опять же смотрю, где у вас какие-то пробелы, где вы что-то не добрали в будущем. И уже прорабатывается момент. Здесь, конечно, идет более обыктивная работа, но тем не менее самостоятельно этот курс тоже вполне можно освоить, потому что все условия созданы. И за основу я взяла метод Фимстера, если кто-то знаком с этой методикой, суть этой методики в том, что вы повторяете из урока в урок одни и те же фразы. Но минус этой методики в том, что вы повторяете именно фразы, но там нет грамматиков. Непонятно, как потом из этого складывать новые фразы. Я взяла из этой методики именно принцип повторяемости нерегулярного повторения одни и те же драматические темы. То есть если мы с вами изучили в первом капитале возвратные глаголы, то они с нами остались теперь навсегда. И если мы изучаем дальше претеритум, то мы смотрим претеритум и для возвратных глаголов. Если мы изучаем например нейминзацию, мы смотрим нейминзацию и для возвратных глаголов, и для претеритума. И из-за того, что происходит повторение, постоянное повторение и накладывание одной темы в другую, у вас это все складывается в общую картинку и получается И каждый модуль содержит такую структуру. Упражнения очень-очень разные. По каждому вы получаете баллы, разную связь, вы видите какие-то навыки, вы действуете. Здесь также вы видите студентов, которые находятся сейчас в данный момент, вы тоже можете посоревноваться с ними. Если у вас какие-то еще вопросы остались, пишите в комментариях под этим видео. Я оставлю вам ссылку на этот курс. Вы посмотрите тарифы и сможете оплатить на тарифы. Я желаю вам удачи в изучении детского языка. Это не так страшно, не так больно, как вам возможно сейчас кажется. Особенно у вас есть какая-то база от уровня. Гораздо легче изучать такую информацию. Вообще, чем дальше уровень, чем выше уровень, тем легче его изучать и обеспечивать. Давайте в таком формате, когда смотрите видео и делайте упражнения. Вам в принципе скелет задан, вам нужно это все надбергивать. Это непонятно. Вам уже все разложили, вам это просто нужно будет системно брать, заниматься. В таком формате это, конечно, уже на более высокой уровне, но это легче. А один там все-таки нужно больше взаимодействовать. Давайте нужно больше общаться, потому что вам важно поставить произношение, вам важно поставить правила чтения правильно. То есть, у нас очень много моментов закладывается. Поэтому взаимодействие с предавателем должно быть больше. Если мы говорим про уровень Айнсвайта и Айнсвайта, и далее, да, то, конечно, все, взять формат с текста в обратной среде. Ну что ж, давайте будем на этом завершать наш обзор. Я вам желаю успехов в прохождении курса. Будете любить, как и все, молодец. И выкручивать и любить. В любом случае, я желаю вам удачи. Ну и, конечно же, буду рада пройти этот путь с вами и передать свои знания вам, потому что я прошла достаточно быстро все уровни. Я из Жил-Ленецких студентов, Сиавин, за два года. Хотя можно было легче, на самом деле, но там есть какие-то ответы, которые не позволят. Но я заложила в этот курс именно те вещи, которые мне понравились в Сиавин. И они, конечно же, не вам понравились. Ну что ж, удачи!